МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые немецкие колонии стали образовываться в Крыму еще в начале XIX века. В 26 километрах от Симферополя располагается село Кольчугина. Раньше оно называлось Кроненталь. Со старонемецкого наречия это означает «царская долина». Селение располагается в очень красивом месте – долине реки Западный Булганак. Природа здесь необычайная и вдохновляющая. Наверное, именно поэтому прибывшие в Крым немцы выбрали эту местность в качестве своего дома. Село два раза меняло название – сначала на Булганак, потом Кольчугина. Удивительное соседство двух религиозных центров – лютеранской католической церквей – во все времена впечатляло путешественников. В наши дни бывшая католическая церковь действует как православный храм, а лютеранская – как католическая. Здесь также располагается памятник депортированным немцам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немецкий язык уникален. Он самый распространенный государственный язык в Европе, то есть определен официальным, помимо Германии, в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Лихтенштейне и Люксембурге. Некоторые понятия, которые у нас проговариваются единой фразой, немцы объединяют в одно слово. Например, в этом слове – аж шестьдесят три буквы, а переводится оно так – о передаче обязанностей контроля маркировки говядины. И таких примеров очень много. В немецком алфавите есть согласная буква, которой нет ни в одном другом языке мира. Это согласная, так называемая долгая «эс». Сами немцы часто заменяют ее удвоенной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бытует мнение, что немецкий язык довольно грубый, но народные напевы очень мелодичны. Все песни написаны в мажорном ладу, и потому звучат весело. На самом деле даже грустные композиции исполняются в мажоре. Это характерная особенность немецкого фольклора. Зинген де Херцен – вокальный ансамбль, исполняющий народные немецкие песни. Его название переводится как «поющие сердца». Наш репертуар очень разнообразен. Но в основном мы поем, конечно, немецкие народные песни. Истоки идут еще там с 18-19 века. Потому что очень интересные немецкие народные песни, они очень интересные. В основном народные песни. Ансамбль довольно долгое время уже существует. Лет 20, наверное, мы уже существуем. Хотя он очень много меняется, люди меняются. В самом начале были и пожилые женщины, и пожилые. Сейчас в основном молодежь. Но очень сложно в том плане, что молодежь очень занята учебой, работой. Но все равно находятся люди, которые с интересом приходят, поют, занимаются, изучают язык. Особенности фольклора, песни народные. Интересно. В этом слове я отвечаю, что мы очень счастливые люди, потому что мы живем в этом замечательном городе, на полюбинском Крым. Мы можем работать с любимыми вещами, с любимыми вещами. Мы можем работать с любимыми вещами. Субтитры создавал DimaTorzok Любая национальная одежда – это целый рассказ о жизни народа. В Германии, как и во многих других странах, национальный костюм в разных регионах имел собственный облик. Наиболее характерен и хорошо узнаваем баварский. Обычно, говоря о традиционной немецкой одежде, имеет в виду именно его. На немецком – трахтен, костюм для женщины и мужчины. Цветовые решения также были весьма разнообразны. Стандартом считается сочетание белой блузки с другими элементами одежды ярких цветов – красного, зеленого и синего. В каждом княжестве была своя общепринятая цветовая гамма. Еще одна особенность – девушки носили яркие оттенки, а вот дамы постарше предпочитали более темные. КОНЕЦ Особого внимания заслуживает немецкая архитектура. В основном она типична для Западной Европы, но ее отличительные черты – практичность и рациональность. Эти особенности проявляются в четкости планирования сооружений и выборе строительных материалов. Насладиться образцами немецкой архитектуры можно и в Симферополе. На улице Пушкина находится построенное немцами и им принадлежавшее здание. И даже дом бракосочетаний когда-то был особняком крупного землевладельца и мецената Франца Шнейдера. На полуострове создана и действует национально-культурная немецкая автономия, главная цель которой – сохранение национальной идентичности крымских немцев. Вообще возможность создания автономии – это, наверное, предшествовали два фактора. В 1956-м году сняли режим спецпоселения, то есть перестал быть строгим режим пребывания в местах депортации, не надо было уже отмечаться и так далее. Хотя свободы передвижения еще не было. А вот уже после 1989 года с развалом, к сожалению, Советского Союза развалилась и система вот этих репрессий и ограничений. И народ уже организованно тогда поехал, то есть было разрешено возвращаться. Энтузиазм, воодушевление, можно не прятаться и говорить открыто, что немцы. И принимает решение об организации общества на тот момент советских немцев, еще даже общества советских немцев «Видер Геборд». Одно из важных направлений работы автономии – издание газеты «Хофнунг», что переводится как «Надежда». В ней публикуются статьи, посвященные народному творчеству, национальной вышивке, великим людям. И все это на немецком языке, ведь главная задача – сохранение и развитие родного языка и культуры. Крым – удивительный полуостров. Здесь можно познакомиться с культурой разных народов и узнать много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok